я всех приветствую на сегодняшнем вебинаре меня зовут буторин алексей и как всегда по четвергам фитнес на защите от разных заболеваний даже так не фитнес а рациональная гимнастика совместно с продукцией компании power matrix на защите от различных заболеваний недугов и болезней если меня видно и слышно хорошо поставьте пожалуйста плюсики и мы с вами начнем вебинар замечательно понимаю что не согласны меня слышно хорошо вот сегодня такая тема профилактика раковых заболеваний я буквально но недели две до после последнего вебинара думал о чем бы нам поговорить в принципе уже рассмотрели многие темы и порно-двигательный аппаратами мышечную систему и сердце вот эту тему пока мы с вами не затрагивали причем самое интересное у нас в россии вообще на если разделить так сказать лечение раковых заболеваний на три части это предотвращение раковых заболеваний посредственно само лечение раковых заболеваний и реабилитация после раковых заболеваний процентном соотношении где-то вот на реабилитацию вообще почти ноль процентов идет денег так сказать из правительства на профилактику и предотвращение там порядка 9 что ли процентов все остальное это лечение это неплохо да но вопрос другом в других странах денег уделяется больше во-первых во вторых подразделение подразделяется вклад эти три составных части но чуть больше так мягко говоря ну по крайней мере там около 20-30 процентов и идет на реабилитацию после раковых заболеваний но про реабилитацию говорить мы сегодня будем будем больше все-таки говорить профилактику раковых заболеваний хотя это тоже очень такая обширная и серьезная тема и у нас причем даже таких специалистов не обучают насколько мне известно а есть обычные такие ну как бы профилактика лфк там после разных заболеваний но локально вот конкретно ну что это объем обширный очень заболеваний практически на втором месте по смертности стоит раковые заболевания онкология на первом сердечно-сосудистые заболевания так что это страшная тема ну и надо над ней работать вот ему и так сказать стороной обходить не будем поехали но сегодня более так это подробно сегодня поговорим об этом вообще что такое рак расскажем об этом заболевание причины возникновения этих заболеваний факторы риска все подведем так сказать итог вот этого всего посмотрим несколько исследований ну так вектор направления чтобы понимать какие есть исследования если кому-то интересно могут посмотреть исследования изучить их более подробно ну и продукция компании power matrix которая будет помогать нам в профилактике заболеваний раковых раковых заболеваний ну и рациональная гимнастика то чем можем мы с вами помочь можно так сказать не вкладывать дополнительных средств финансовых начинаем что такое рак рак это болезнь которая начинается с мутации когда клетка организма бесконтрольно делится или растет нормальные клетки организма работают по своим внутренним часам справным механизмом эти внутренние часы регулируют например какой момент клетка делится растет и созревает стареет или умирает то есть все те естественные процессы с которых состоит жизненный цикл клетки так называемый клеточный цикл в раковой клетке этот механизм регулирования поврежден теоретически любая организма может сломаться и стать раковой именно поэтому и у взрослых и у детей существует так много разных форм рака зависимости от типа клеток сколько какие именно органы поражены болезнь проявляется различных симптомах типичными для раковых клеток является то что они быстро и бесконтрольно растут делятся независимо от того независимо от того из какого типа клеток или тканей они возникли одновременно они передают по наследству информацию своим дочерним клеткам которые опасны для здоровья организма как правило они не способны выполнять собственное определенное значение функцию функцию той ткани где вот находятся те самые клетки вместо этого проникая в здоровую ткань или вытесняя даже вытесняю и опухоли клетки разрушает саму ткань и нарушать ее нормальную работу или вообще просто устраняет ту работу которая должна выполнять эту ткань кроме того раковые клетки могут проникнуть покинуть место своего возникновения попасть по сосудам кровеносной и лимфатической системе в другие части организма образуя дочерние очаги метастазы вот чем и опасно вот вообще раковое заболевание рак поэтому уже в момент постановки диагноза рака необходимо исходить из того что в организме есть мельчайшие дочерние опухолевые очаги так называемый микро метастазы даже если их почти невозможно обнаружить с помощью стандартных методов обследования понимаете любом случае если уже как бы есть такой диагноз то всегда надо ну как бы думать о худшем но не означает что это вот сам все самое плохое и надо опускать руки просто надо браться полностью на крепится и все силы так сказать бросить на борьбу с этими заболеваниями вот и все поэтому недостаточно лечить только видимую опухоль самого начала лечения параллельно должно быть направлено на невидимые метастазы иначе говоря проводится системное лечение неважно из какой клетки рак первоначально появился он почти всегда поражает весь организм вот в этом вот в этом страшная вещь его практически весь организм начинает страдать получать системное заболевание против которого ну борется вся иммунная система вся иммунная система здесь вообще нету я кто ветка отдыхает здесь весь организм встает на защиту если есть из чего эту защиту строить понимаете в чем дело будем потихонечку так отвлекаться на это и постоянно твердить надо строить защиту она сама по себе просто так не выстроиться потому что куча факторов влияющих на наше с вами здоровье и нам еще надо бороться с этими факторами плюс еще эндогенные экзогенные различные влияние на наш организм поэтому всегда всегда надо заниматься защитой что такое рак наш организм а за счет механизмом оснащен механизмом предупреждение исправление этих ошибок но он может давать сбой это наиболее вероятно при воздействии канцерогенов веществ пособящих возникновению рака травмы физской тепловой или иного рода а также неблагоприятных условий для функционирования этих механизмов например при гипоксии недостатки кислорода если механизм контроля деления клетки ломается возникает неконтролируемый рост и деление которое так называется термином рак от доброкачественных опухоли рак имеет три ключевых отличия которые и обуславливают злокачественность этого процесса это неконтролируемый рост неконтролируемый прорастание инвазия соседние ткани и органы способность к метастазированию процессу миграции раковых клеток в стоком крови или лимфы в другие части тела в большинстве случаев в большинстве случаев рак имеет форму опухоли однако иногда например в случае рака крови опухоль как таковая не образуется есть такой вариант причина возникновения заболеваний мутации в клетке могут возникать по разным причинам либо в ходе ошибок при делении ДНК под воздействием разных факторов иногда и спонтанно либо могут иметь наследственную природу про факторы мы с вами чуть позже поговорим объединены и причины и факторы в одно больше с точки зрения причин а потом на основании этих причин конкретные факторы одним из наиболее важных механизмов развития мутации является воздействие канцерогена веществ которые вызывают рак или увеличивают вероятность его развития люди всегда болели раком однако наблюдаемый в последнее время рост воздействия по всей вероятной прямую связан с увеличением контакта человека с такими веществами некоторые из них являются прямыми мутагенами то есть сами по себе вызывают повреждения ДНК например компоненты табачного дыма курильщики задумайтесь другие же такие как алкоголь воздействуют косвенно например увеличивая скорость деления клеток тем самым создавание условия в которых защитные механизмы просто не успевают справиться с исправлением ошибок имеется данные что не менее 15 процентов всех случаев возникновения онкологии так или иначе связаны с воздействием вирусов например вируса папилломы человека рак шейки матки или вирусов гепатита В и С рак печени они занимают второе место в структуре факторов риска после курения табака я хочу отвлечься немножко вот причин возникновения вирусные заболевания сам по себе рак как вирусное заболевание не является и он не передается как как вирусное заболевание там через там воздушно-капельным путем или половым путем либо еще как-нибудь да но вирусы вирусы могут передаваться да от одного человека к другому и потом уже у этого человека если есть предрасположенность к раковым заболеваниям может развиваться рак понимаете в чем дело вирус является как бы стимулом развития ну и конечно опять же он влияет на иммунитет иммунитет если может быть ослабленным да и могут возникать такие проблемы вот я всегда всегда говорю о том чтобы всегда люди занимались своим иммунитетом укрепляли свой иммунитет эти органы которые этим занимаются обязательно потому что если слабый иммунитет то ладно рак там любые заболевания нас со всех сторон подстерегают и эти заболевания еще больше ослабляют наш иммунитет а там уже и до раковых заболеваний недалеко поэтому если вы ну так как бы не особо занимаетесь ни спортом ни закаливанием ничем да ну болеете так раз два три в год как бы думаю ну ерунда какая так вот эти заболевания такого несерьезного как бы с вашей точки зрения характера могут влиять на общий так сказать ваш иммунный статус после которого возникновение заболеваний раковых уже сложно будет предотвратить в любом случае надо заниматься физической культурой надо заниматься закаливанием надо своевременно обследоваться чтобы всегда предотвратить вот эти вот заболевания поехали дальше мутации также могут возникать и под действием ионизирующей радиации известно что вероятность развития меланомы напрямую зависит от интенсивности ультрафиолетового излучения получаемого человека по данным статистического исследования проведенного в Великобритании в 2008 году частота рака кожи у пилотов и членов экипажа самолетов была выше чем у представителей других профессий я опять же хочу немножко отвлечься обратить внимание на людей которые считают что они довольно их кожа недостаточно темна для того уровня социального статуса который бы они для себя так сказать предполагали это нормально это нормально нормальный цвет кожи не надо обращать внимание на вот на кого-то и составлять у себя в голове идеал культ какой-то личности и стремиться к этому у ультрафиолет те же солярий летом не вылазит солнце народ нельзя этого делать в огромных количествах это очень опасно ультрафиолет меняет вашу структуру ну яркая предположенность к раковым заболеваниям кожи надо все делать с умом использовать защитные средства от этих излучений загорать там в определенное время поэтому обращаю вас на это внимание причина возникновения дальше диета ну диета не в том смысле то что какое-то порядочное питание а в принципе да вот прием продуктов продукты которые мы употребляем также влияет на риск развития тех или иных видов рака например японии чаще встречается рак желудка а в сша рак кишечника причем у иммигрантов уже в течение первого поколения риски становятся равными риском для жителей новой страны проживания что не подтверждает гипотезу о наследственной предрасположенности но и наследственная предрасположенность когда меняем положение места так сказать жительства но наследственная предрасположенность есть конечно же но вот здесь она не особо в этом контексте Выдержим, потому что исследования определённые проводились. Так что всё зависит от продуктов. Очень многое зависит от продуктов питания, от режима питания, от культуры питания, того места, где вы находитесь. Может повлиять, конечно, на ваши, так сказать, защитные механизмы организма и уже на что-то будет влиять более серьёзно. Согласно недавно публикованным данным в Cancer Research UK обнаружена связь лишнего веса и онкологии. Индекс массы тела свыше 30% у женщин повышает риск развития некоторых видов рака на 40%. Опять же, подтверждение тому, что надо заниматься физически. Только так вы можете, так сказать, находиться в оптимальном индексе массы тела. Оптимальным. Не выше, не ниже оптимальным. Только тогда ваш организм выстраивает правильную структуру тела. Оптимальное количество мышц. Оптимальное количество жировой ткани. Правильное положение и наличие, так сказать, веса, костной ткани, его композиция. Потому что, например, если человек лежит, ничего не делает. Да, вот недавно тоже проводились исследования, тоже отвлекусь. Влияние, так сказать, ожирения на ишемические болезни сердца. Не совсем, так сказать, подтверждается. Потому что ишемические болезни сердца могут болеть... Так, прошу прощения. Могут болеть и худые люди. Совсем прямой связи нет. Потому что наличие атеросклероза в артериях сердечно-сосудистой системы не всегда говорит о том, что человек обязательно должен быть жирным, толстым, там еще какой-то. Это непрямая связь. Есть люди худые, ассенического типа, но у которых проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями сердцем. Означает, что там накапливаются атеросклеротические бляшки. И при повышении артериального давления, пульсового лечения, то может произойти отрыв этой бляшки. И, соответственно, там последствия различные. Инсульт, инфаркт, все что угодно. Просто у некоторых в организме ферменты, которые не усваивают все эти углеводы, которые поступают в организм. Человек просто не набирает жировую ткань. Но влияние сахара на организм, оно все равно сказывается. Поэтому это не всегда одно и то же. Поэтому я говорю, оптимальный индекс массы тела, оптимальный уровень мышечной массы, жировой массы и костной. И обязательно же следить также за процентом содержания воды в организме. Тоже очень важно. Наследственность также играет определенную роль. Например, мутации в генах BRCA1 и BRCA2 статически достоверно увеличивают риск развития рака груди и рака яичников. Также имеются данные о наследственной предрасположенности к некоторым другим видам рака. Другими предрасполагающими факторами могут быть нарушения гормональной регуляции, иммунодефицитных состояний, например, при СПИДе и так далее. На Европейской онкологической конференции, которая пошла в Вене в сентябре 1999 года, доктор Эр Петто, Великобритания, представил доклад об основных причинах рака. На протяжении 90-х годов ежегодно от рака в мире умерло, думайте, 8 миллионов человек. Наиболее частыми формами злокачественных опухолей были рак легкого 1,3 миллиона 16%, желудка 1 миллион 12,5%, верхнюю пищеварительного тракта 0,9 миллионов 11%, в основном за счет рака печени 0,7 миллиона 9%. Основными причинами возникновения рака легкого, полосы рта, гортани и в отдельных случаях пищевода желудка, по мнению докладчика, является курение, в то время как гепатит B является основной причиной рака печени. Методы ранней диагностики лечения этих заболеваний крайне неудовлетворительны. Я могу объяснить почему, потому что я сам работаю, например, у меня есть и клиенты, и курильщики, и различные другими, так сказать, заболеваниями. Человек не хочет идти обследоваться. Видимо, интуитивно предполагая, что его там что-то ждет. И они тянут до последнего. До последнего не хотят обследоваться. Вот это одна из основных причин затянутости вот этих вот заболеваний. Ладно, не можете его бросить курить. Но ходите регулярно, раз в год обследуйте свой организм. Берите общий анализ крови. Можно на маркер различные раковые. УЗИ, КТ, МРТ, там все что угодно. Но хотя бы раз в год это надо делать обязательно. Тогда, по крайней мере, вы будете под контрольным держать и заболевать. Не надо этого бояться. Просто человек боится. Просто боится и не идет. И объясняет не страхом. А другими разными причинами. Да я их ненавижу, да я их не люблю, да они там... Никто ничего не соображает, врачи там, они все идиоты. Или там мне все равно это ничего не поможет. Вот как раз когда человек говорит, что они мне ничем не помогут, начинает возникать в этот момент шарлатаны. Который говорит, я знаю лучший способ сделать вот так. Я знаю такое, но литература, так сказать, научная. Это не подтверждает, но это факт. И начинают люди верить вот в эти все сказки. А это может завести еще куда-то подальше. Сколько известных фактов. Это ускорение заболеваний раковых, у лечения метастазов посредством вот этих вот всяких нетрадиционных лечений. Докладчик предполагается, поэтому докладчикам предполагается сосредоточить усилия на их профилактике, отказ от курения и вакцинации от гепатита B, способных, по его мнению, значительно снизить заболеваемость, исследование смертность рака легкого, верхних дыхательных путей и печени. Продолжается доклад. Еще 4 миллиона смертей обусловлены раком кишечника. 0,6 миллиона, 7,5%. Молочные железы. 0,4 миллиона, 5%. Простаты. 0,3 миллиона, 4%. Шейки и матки. 0,3 миллиона, 4%. Поджелудочные железы 0,2 миллиона, 2,5%. И мочевого пузыря 0,2 миллиона, 2,5%. Основными причинами этих заболеваний называются гормональные нарушения. Рак молочной железы и простаты. Вирусы папиломи. Рак шейки и матки. Курение. Рак поджелудочной железы и мочевого пузыря. Таким образом, на курение возлагается ответственность за 20% всех смертей от злокачественных опухолей. 20%. Другими причинами докладчикам называют вирусные инфекции, вирус гепатита B, вирус папилломы человека, вирус Эпштейн-Барра и так далее. Етические факторы, загрязнение окружающей среды, пребывание на солнце. И вот здесь у нас из всех этих причин ярко выраженные факторы. И я вот здесь попытался их сконцентрировать. Употребление табака является самым значительным отдельным фактором риска развития рака, который приводит примерно к 20% глобальных случаев смерти от рака. И примерно 70% глобальных случаев смерти от рака легких. Это конкретно курение. Употребление алкоголя. Посещение соляриев. Употребление нездоровой пищи. Избыточный вес. За счет жирового компонента я хочу здесь обратить внимание. Недостаточная физическая активность. Словом, все то, что связано с образом жизни. Дальше. Ультрафиолетовое излучение. Пассивное курение, когда где-то дым какой-то появляется. Задымленность помещений в результате использования в домах твердых видов топлива. Представляете, там есть канцерогены. Неблагоприятная экологическая обстановка. Пестициды и другие токсины. Факторы риска, относящиеся к окружающей среде. Это те факторы, которые вокруг нас, на которые мы особо повлиять не можем. Мы живем в тех условиях. Благодаря социальной политике, культуре и вообще развитию общества. Инфекция HBV, вирус гепатита B. То, о чем мы говорили. Пол, расовая или этническая принадлежность. А также возраст, входящий в число биологических предпосылок, также имеет решающее значение в развитии онкологических заболеваний. Да, если вот, например, говорить о вилочковой железе, то, начиная там лет с 15, она начинает уменьшаться. Это один из основных органов, где лимфоциты, да, так сказать, приобретают свою защитную форму Т-лимфоциты. Начинают бороться с клетками, выбирая чужой свой. Поэтому со временем, вот с возрастом, все больше и больше шансов у старшего поколения заболеть раковыми заболеваниями гораздо больше, чем у молодого. Хотя, видите, дети тоже могут болеть в зависимости тоже и наследственности, и вирусов, и окружающие факторы, и радиации, причем, видите, сколько много. Семейные мутации определенных генов, повышающих вероятность развития рака, относятся к наследственным факторам риска. Наследственность. У меня несколько, там, 3-4 клиента, которые имели наследственную расположенность к раковым заболеваниям. Невероятно сильный метаболизм, улучшение работы, как бы вот восстановление после тренировок, хороший метаболизм мышечной ткани. Вот когда человек занимается фитнесом, спортом, гимнастикой рациональной, он укрепляет свой иммунитет и держит под контролем деление клеток. Потому что если они будут делиться бесконтрольно, своим путем, как они задуманы, а иммунитет слабый, то ему очень сложно справляться с этими вещами. Когда же вы занимаетесь физически закаливанием, физической культурой, вы держите эту ситуацию под контролем. Потому что клетки в любом случае будут делиться. У них выстраивается четкий порядок их жизни, клеточного цикла. Сколько она должна жить, когда она должна умереть. Вот она заканчивает свою жизнедеятельность, иммунитет берет ее, удаляет. Он все это держит под контролем. Под контролем. Поэтому это очень важно. Ну и немножко об исследованиях различных, которые были проведены. Команду ученых из университета Северной Каролины проведено уникальное исследование, в ходе которого было выявлено, что женщины, страдающие лишним весом, имеют более высокий риск появления одной из самых агрессивных форм рака груди – базальной карциномы. это как факт, вот он тут нет возможности спорить, не спорить, соглашаться, не соглашаться. Кстати, в конце вебинара, на последнем слайде, у меня будут адреса сайтов, ссылки на сайты, на которых можно эту всю информацию подчеркнуть, если вас эта тема интересует. Исследования можно посмотреть, и какие есть заболевания, и какие есть сейчас новые технологии, в помощь которой можно с этим заболеванием бороться. По итогам исследований, проводившись в течение длительного периода, спровоцировать развитие ракового заболевания в организме способна депрессия. В данном случае речь идет о затяжной депрессии. Особенно опасной она становится, если длится 6 и более лет. Приделись в такие исследования. Если сейчас даже заболевание такое, депрессия обозначили, надо, ну это тот семинар, вебинар, на котором мы говорили с вами о дофамине, получать удовольствие от процесса, а вообще от процессов любых, от жизнедеятельности своей, и пытаться заниматься тем, чем вам нравится заниматься, не отвлекаться на ненужные вам, неудобные, неприятные виды деятельности. Поэтому тогда у вас депрессии будет все меньше, тогда вы будете заниматься любимым делом, тем, которым вам это интересно и надо. Ученые из Института исследователей рака, Institute of Cancer Research в Лондоне, пришли к выводу, что заместительная гормональная терапия влияет на вероятность развития рака молочной железы гораздо больше, чем это считалось ранее. Согласно отчету, опубликованному в British Journal of Cancer, кэнсер, женщины, использующие заместительную гормональную терапию, имеют риск развития рака груди примерно в 2,7 раза выше, чем женщины, не применяющие заместительную гормональную терапию, для смягчения симптомов менопаузы. Исследователи отмечают, что у женщин, принимающих комбинированную, да, ЗГП, комбинация эстроген плюс прогестерон, в течение 15 лет и больше, риск рака увеличивается в 3,27 раза. Они отметили также, что у женщин используется включительно эстроген, повышения риска развития рака в груди зарегистрировано не было. Вот, по крайней мере, на это можно обратить внимание. Только эстроген, не эстроген плюс прогестерон. Ученые из Южно-Калифорнийского университета США, на основании ряда проведенных исследований сделали заключение, что регулярное потребление кофе уменьшает риск возникновения рака толстой и прямой кишки, то есть коллатерального рака. Прошу прощения, полуректального рака. Канадские ученые доказали, что кормление грудью является вычаянно сильным фактором, защищающим женщину от развития рака молочной железы. Это касается даже тех женщин, которые являются носителями видоизмененных генов, делающих генетически предрасположенных к раку. Вот я подробнее читал об этом исследовании. Много испытуемых были и те, которых есть, носители измененных генов и неносители. И те, кто в течение примерно года или двух кормят грудью, там от года до двух, то у них защита от рака в большом количестве процентов снижается. Защита повышается, снижается шанс заболеть раковым заболеванием. Вот тоже интересное исследование, может посмотреть. Ну и вообще, да, не зря все врачи рекомендуют, так сказать, кормить грудью как можно дольше. Ученые из университета Орегона США нашли в морских водорослях вещество, обладающее мощными противораковыми свойствами. Обнаружено в водорослях соединение койбамид, а блокирует взаимодействие злокачественных клеток с кровеносными сосудами и другими клетками организма, что в результате ведет к гипели патологических клеток. Ну и еще два исследования. Учеными из университета Тунзи в Шанхае было проведено исследование с целью определения зависимости между регуляторным употреблением кофе и риском развития рака пристательной железы. В общем, суть исследования такая, то, что рак пристательной железы, возможность заболеть раком на 24% меньше, чем у тех мужчин, которые пили чашку кофе хотя бы раз в день. А если пили две чашки, то уменьшалось на 2,5%. Со всех сторон, по двум исследованиям уже говорит, что кофе тоже из-за наличия в нем антиоксидатов и определенных веществ уменьшает возможность заболеть раковым заболеванием. Согласно информации Американского общества онкологов, бесспорно как прямое положительное воздействие физкультуры в качестве профилактики онкологических заболеваний, так и косвенно путем поддержки здорового массы тела. Многочисленные исследования указывают на прямую связь физической активности и риск развития опухоли толстого кишечника и прямой кишки. Даже легкие и умеренно интенсивные занятия, проводимые регулярно, уменьшают риск возникновения раковых опухолей в сравнении с малоподвижным образом жизни. Ученые-медики из Университета Вашингтона, из Сент-Луиса, проанализировав 52 проведенных в мире исследования о роли физических нагрузок на развитие рака прямой кишки, установили, что более физически активные лица примерно на 21% менее подвержены этому диагнозу. Но это доказывает о защите раковых заболеваний с помощью физической культуры. Ну и продукция компании PowerMatrix, которая участвует в профилактике раковых заболеваний. Препарат Matrix Alutem – информационная матрица больных клеток, деформированная по отношению к матрицам здоровых клеток. Matrix Alutem на информационном уровне через полевую структуру организма человека сам находит ослабленные больные клетки и останавливает их в матрицу здоровья, оздоравливает ткани, органы и весь организм в целом. Matrix Alutem комплексово воздействует на организм. Вот важный момент, именно этот Matrix Alutem. Он сам находит уже как бы предпосылки для развития неправильных механизмов и выстраивает правильную, так сказать, матрицу, ту схему, по которой должна клетка работать. И тогда вот эти сбои мутагенные, мутационные изменения в ДНК, они уже не будут происходить. По крайней мере, будет больше защита, вот говорим про защиту организма, вот этих сбоев. Вот на защиту приходит Matrix Alutem. Вот он, так сказать, в первых рядах обороны от этих вот заболеваний. Ну и в качестве профилактики. Я уже не говорю о том, сколько у него вообще положительных, потому что раз раковые заболевания, они у нас могут прийти из разных участков, да, и различных тканей, он стоит на защите многих тканей, да, у нас и заболевания лёгких помогает он устранять там различные проблемы, там острый, хронический бронхит, хроническая пневмония, заболевания сосудов, спорно-двигательного аппарата, суставов, околосуставных тканей, органов пищеварения, заболевания печени и желчного пузыря, заболевания почек, кожные заболевания. На защите всего организма стоит, поэтому, ну, без него никак. Ну и, конечно же, способ применения, как всегда, вот эта схема, первый день два раза утром, вечером по 2,5 мл, и вот так до 7 дня. Потом от 7 до 14 два раза утром и вечером по 30 мл. Эта схема есть в каталоге продукции программы PowerMatrix, поэтому обращаю на это внимание. Там все можно подробно посмотреть. Вот. MatrixCerebrum – уникальный препарат для профилактики нарушений состояния шковидной железы, не являющийся лекарством в общепринятом значении, но имеющий сильную биологическую активность при полном отсутствии побочных действий. Свойства. MatrixCerebrum 2. Выглядит следующим образом. Характерное, седативное, нейропротективное, антиоксидантное, антистрессовое, гипотензивное, противоязвенное, онкостатическое действие. Важным является иммуностимулирующее действие восстановления иммунной реактивности, ослабленное при хроническом стрессе. Вот то, что я говорил, да, вот стресс вот, особенно который очень долго продолжается, это обязательно, обязательно надо ему помогать. Мелатонин является регулятором моторной активности органов ЖКТ, купирует нарушения ночного сна, нарушения ночного сна, регулирует биологические часы организма, обладает противосудорожной активностью. Что важно? Нормальный здоровый сон позволяет держать на уровне вашу иммунную систему, вообще организм в целом, нервную систему. Когда вы восстанавливаетесь лучше, тогда у вас депрессия не развивается. Даже если есть в жизни какие-то такие предпосылки, огорчения, там еще что-нибудь. Это очень важно. Стоит на защите от раковых заболеваний. Профилактика. Ночение вилочковой железы трудно преувеличить. То, о чем мы с вами уже говорили, да, вот тут у нас продукция Матекс Тимус-1 и Тимус-2. Одно направлено на восстановление иммунитета, а второе направлено на устроение аутоиммунных заболеваний. Очень важно, чтобы у вас ваш Тимус был в норме. И чем вы старше, чем вам больше лет, тем надо больше обращать на это внимание. Вот для людей, я считаю, старше 50, там 50, 60, обязательно для профилактики, если нету предпосылок никаких, обязательно пропивать курсы вот этих вот препаратов. Тимус-1 и Тимус-2. Обязательно. Потому что надо поддерживать. Пусть вам ни о чем там не говорит. И вроде бы как бы и заболеваний нет. Даже если вы анализы берете, смотрите, все нормально. Но на защите надо постоянно смотреть. И в качестве профилактики его поддерживать. Потому что в какой-то определенный момент он может просто дать сбой. Чем старше человек становится, тем сложнее. там 60-70 годам Тимус уже там весит 6 грамм всего. Да, в отличие от детского возраста, там порядка 25 грамм. Представляете, разница какая? Там, конечно, идет распределение на другие органы защиты организма. Костный мозг и лимфатические узлы, вся система. Но лимфатическая система, она является как защитным механизмом, так и может являться последовательным развитием метастазов. По кровеноской системе могут разноситься вот эти вот дочерние клетки и могут появиться где-то метастазы в разных органах. Поэтому Тимус надо поддерживать. Тогда в самой клетке, в самой крови и в самой лимфе будут те клетки, которые будут бороться с этими дочерними раковыми клетками. Тогда у вас организм будет всегда под контролем, на защите. Ну, конечно, Матрикс Селен создан российскими учеными на основе высокотехнологичной переработки бразильского ореха с применением специально подготовленной воды. Матрикс Селен источник природного двухвалентного Селена высочайшей биодоступности. Говоря о Селене, в первую очередь вспоминают его как антиоксиданты. Защищают клеточные мембраны, предохраняют повреждения ДНК клеток. Вот ДНК, да? Чтобы там мутации никаких не происходило. Он же помогает восстановлению поврежденных клеток. Правильному поддержке иммунитету, да? Восстановлению поврежденных клеток. Селен необходим для образования новых здоровых клеток. Нет предотвращения новообразований. Вот здесь конкретная борьба с теми клетками, которые начинают мутировать. Селен защищает от средоносного воздействия токсичных металлов. Помогает избавиться от этих всех различных токсинов. Тоже способ применения здесь есть. Применение 15-30 миллилитров в день можно добавить в напитки. Возможность применения совместно с Матрикс Ангел. Матрикс Ангел позволяет тоже как антиоксидант, помощник работе желудочно-кишечного тракта работе, потому что там очень много защитных механизмов, потому что там встречают желудочно-кишечный тракт все вот эти проблемы, заболевания и очень много заболеваний желудочно-кишечного тракта, раковых я имею в виду. Ну и конечно же это Матрикс Электум. Мощная комбинация для оздоровления организма. Вот тоже всегда практически его включая свои вебинары и лишний раз хочу подтвердить, что один из самых полезнейших продуктов. Все вещества, которые там присутствуют, они в биодоступной форме и очень хорошо усваиваются организмом, потому что наш организм в любом случае не сможет обходиться без витаминов, без аминокислот, без жирных кислот, без микроэлементов, макроэлементов, есть самый низкий компонент, микро-микродоза, нужны нашему организму, и витамины, они не всегда правильно могут доставить необходимые вещества в наш организм. Проблемы в биодоступности. Причем недавно я ехал в машине, слушал бизнес-фм, один из ученых американских сейчас подвел итог многих исследований о так сказать вреде некоторых витаминов синтетических, которые могут приводить к раковым заболеваниям. Это для меня вообще был шок, но вот он на конференции вот это объявил и предоставил ряд исследований по всему причем миру, обработанных им, подтверждающих вот эту проблему. Поэтому надо сейчас пользоваться раз такое пошло биодоступными продуктами, биодоступными вот матрикс реликтум это самый биодоступный способ взятия вот этих микроэлементов аминокислот, фулиокислот, жирнокислот, стерины, витамины, полифенолы, кетоны, в общем все-все-все там более 70 компонентов. Это обязательно у нас должно быть в рационе. ну и непосредственно моя направленность рациональной гимнастики, я не буду на нее очень сильно отвлекаться. Вот я всегда говорю занимайтесь, я уже тут вообще уменьшил минимально, уже максимально уменьшил свое влияние с точки зрения. Но хотя бы делайте вот эти упражнения. Основные я написал, что здесь человек, наклоны головы вперед, вытягивание подбородка вверх, в течение 20 секунд хотя бы выполнять вот это упражнение. Это первое. Наклоны головы в стороны тоже в течение 20 секунд. Повороты головы в стороны в течение 20 секунд. И упражнения я сгруппировал по 3 упражнения надо выполнять от утром. Начиная с шейного отдела. Там у нас идет потом плечевой пояс. Упражнение обними себя называется. Руки в стороны и обнять себя за плечи. Маховые движения руками вверх-вниз по очереди левой-правой. Вот. Это у нас и третье упражнение вращения в плечевых суставах. Эти 3 упражнения у нас предназначены уже для плечевых суставов. Плечевой сустав грудиноключичный функциональный сустав между лопаткой и грудью. Не помню сейчас как зовут. В общем комплекс вот этих вот суставов в плечевом поясе надо обязательно с утра разминать и разогревать. Чтобы в день так сказать идти с полноценным ну и здоровым организмом. Потому что работая в органе плечевого пояса в районе плечевого пояса вы улучшаете вообще кровоснабжение вот в этом районе. А там очень много нервов нервирующей руки внутренние органы сердце то же самое. Когда у вас нормально начинает работать плечо то у вас правильно идет циркуляция крови и сердце начинает нормально работать. И ну и конечно иммунитет тем самым укрепляется. Если вы еще будете делать эту гимнастику на свежем воздухе например на балконе разогреетесь хорошенечко или вообще на улице кто-то может выходит бегает по утрам и делает вот такую зарядку это самый лучший вариант который можно только предположить. Следующее упражнение это упражнение для позвоночника. Очень аккуратно не спеша наклон вперед и полное разгибание позвоночника не акцентируйте внимательно переразгибание отклонение назад лучше выйти в нормальном положении не снова наклониться вперед переразгибаться не обязательно у вас все равно мышцы живота мышцы спины здесь начинают работать все очень хорошо главное следите за своим так сказать ну ты не мухом иногда когда человек очень резко начинает вниз наклоняться чтобы побыстрее выполнить задачу поставленную начинает кружиться голова поэтому будьте очень аккуратны осторожны повороты в стороны это мы вращаем позвоночник вокруг своей оси там начинают включаться мышцы которые находятся на отростках позвоночника на остистых на боковых тем самым они начинают работать у них начинает снабжаться кровью капилляризация улучшается и метаболизм улучшается тогда если мышцы которые ну например не работали не очень хорошо а здесь начинают включаться так сказать в работу улучшается кровоснабжение в области позвоночника и в области поясницы в частности да у вас начинают работать нормально все органы в области тоже поясницы это и почки это там и кишки которые там находятся это в область малого таза все там начинает нормально работать наклонные стороны тоже работают косые мышцы живота мышцы спины там квадратные мышцы поясницы тоже улучшается их работа улучшается кровоснабжение улучшается тонус мышц брюшного пресса тем самым улучшается помпаж внутренних органов и орган в желудочном кишечном тракте следующий упражнения упражнение для суставов ног тазобедренный сустав коленный сустав и голеностоп Можете выполнять приседания по утрам да если выполнять приседания сложно не дают колени например тазобедреный сустав то поднимайте колени до уровня живота можно с получением поднятием рук Можете и это упражнение использовать, и это упражнение использовать. И махи ногой внутрь и наружу, да, от себя. Это упражнение для тазобедренного сустава. Плюс, когда вы стоите на опорной ноге, укрепляется мышца на опорной ноге, которая удерживает равновесие. Это мышцы таза, ягодичная мышца, малые и средние ягодичные мышцы, грушевидные мышцы внутренней поверхности, медиальной поверхности бедра, внутренней, приводящей, что тоже самое улучшает кровоснабжение в области малого таза. Это очень полезно и важно. И вообще, выполняя хотя бы все эти коротюсенькие гимнастики, вы уже улучшаете работу своего организма каждое утро. И не просить кого-то, чтобы с вами кто-то занимался, да, чтобы составил вам компанию. Не обращайте на кого внимания. Делайте это для себя. Примите это как должное. Пусть это будет с вами постоянно. Пусть это войдет в вашу привычку. Да? Поверьте мне, после месяца-двух у вас будет улучшено настроение. Вы будете лучше себя чувствовать. Вы почувствуете прибавку в силе. Вы почувствуете выносливость. Вы почувствуете вообще улучшение состояния, улучшение настроения. И вас будет обходить стороной всякая, как это называется, я забываю все это название, депрессия. Гоните ее прочь. Эту депрессию с помощью этих упражнений, с помощью этой гимнастики. Принцип тот же самый. Везде можно делать по 20 секунд. По 20 секунд в каждом упражнении. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать упражнений. На каждое упражнение по 20 секунд. Что у нас? У нас 240 секунд получается. Раз, два, четыре минуты. Четыре минуты. Добавим еще одну минуту. Это отдых между, там, под 10 секунд между упражнением. Пять минут. Утренняя зарядка. Пять минут. Встаньте на пять минут пораньше. Встаньте на пять минут пораньше. Сделайте зарядку. И вы будете, ну, вклад будет неимоверный. Вы это не купите. Это даже не надо за это платить. Это очень просто. В конце концов. Ну и когда я сегодня готовил этот вебинар. И в конце, уже когда был практически готов, готова презентация, я искал что-нибудь, такую интересную картинку на завершение оказывается. 4 февраля является всемирный день борьбы с раком. Я вот буквально туда. Ну, это, видимо, интуиция или что, подтолкнуло меня на этот вебинар. Вот. И поэтому давайте мы все с вами 4 февраля что-нибудь сделаем для того, чтобы больных стало меньше, для того, чтобы наше здоровье было крепче и сильнее, чтобы мы были как можно дальше от этого страшного заболевания, чтобы мы укрепляли свое здоровье, чтобы мы помогали своим близким, чтобы мы помогали своим родственникам, друзьям, сослуживцам, дистрибьюторам своим, всем тем людям, которые для нас дороги. Поэтому для вас же важно, чтобы ваша команда, если вы лидеры, да, или будущие лидеры, которые хотят построить свою команду, чтобы она была сильная, крепкая, уверенная в себе, только когда не будет депрессии. Поэтому все 4 февраля на борьбу с раковым заболеванием. Что угодно. Кто-то может в интернете где-нибудь какой-нибудь фонд внесет там 100 рублей. Кто-нибудь просто встанет утром и сделает зарядку. Самое простое. Сделать утреннюю зарядку. Сходит в баню, окунется потом, не знаю, в купели где-нибудь, да, делает вклад в свое здоровье. Если вы будете здоровее, то ваши близкие будут здоровее. Потому что им меньше надо будет обращать внимание потом на ваше здоровье. Они могут, по вашему примеру, обратиться к этому же, так сказать, здоровому вероисповеданию. Это очень интересно и нужно, и важно на самом деле. Ну и основные, итоговые, так сказать, заключительные рекомендации. Не курить. Курение повышает риск развития рака легких в 30 раз. Не объедаться, не злоупотреблять сладким. Повышенное содержание жиров, углеводов, питания доказано, провоцирует появление и рост опухоли. Не пить алкоголь. Злоупотребление алкоголем провоцирует рак печени. Защита от солнца. Пигментно, расположенным людям с большим количеством родинок, пигментных пятен, пребывание на открытом солнце крайне нежелательно. Вовремя проходить профилактические осмотры. Раннюю профилактику не зря называют прививкой от рака. Остальным следует избегать солнца в опасные часы, там, с 11 до 16. В общем, проводите раннее обследование и занимайтесь физическими упражнениями. И обязательно употребляйте продукцию, компанию PowerMatex. Такого ни в одной компании нет на самом деле. Это новейшие технологии российской науки, их надо использовать. Глупо просто их не использовать. И рекомендовать всем остальным. Но как вы можете рекомендовать? Если вы подходите к человеку, да, ведь больной, депрессивный, там еще что-то, и говорите, вот, пейте вот эти вот продукты, они самые лучшие, они помогут вам оздоровиться, кто вас будет слушать? А если вы подходите и вы дышите здоровьем, вы крепки, могучи, у вас энергия прямо хлещет, да? Когда выключить свет, вокруг вас аура светящаяся. Вот тогда люди вам поверят. Вот тогда люди будут брать у вас продукцию и сказать, да, точно, так и есть. Так и будет. Вот тогда будет процветание и у вас, и у ваших близких, и те, кто будет с вами работать вокруг вас. Удачи вам! Здоровья вам огромное! Пусть сегодня нас не так много, но я думаю, тема очень важная, просто немногие хотят о ней говорить лишний раз. Но это всегда страшно, когда она появляется рядом. Это гораздо страшнее. Поэтому не забывайте об этом, думайте об этом, помогайте другим. всего доброго, до новых встреч, спасибо всем большое. И я делаю слайд на сайт, который вы можете обратиться, посмотреть. Там масса интересной информации. Всем всего доброго! Спасибо большое! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok